Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели. Добро пожаловать на нижедельные лекции по Торе. Наша недельная глава Ноях. Учитывая, что сегодня расходишь, начинается новый месяц. Я хочу посвятить несколько минут этого месяца. Месяц Хешван, или некоторые его называют Мархешван. Если вы посмотрите на еврейский календарь, это единственный месяц, то там нет ни единственного праздника, ни одного праздника нет. И каждый еврейский месяц, мы только что закончили, Шешван был наполнен в празднике, на любой еврейский месяц имеет какие-то знаменательные даты. Даже, если вы скажете, например, Томуз и Тейвыз, там есть посты. И учитывая, что есть пост, мы все надеемся, когда произносишь, как он превратится в праздник. Поэтому единственный месяц, в котором нет красного дня календаря, Хешван, некоторые говорят, поэтому, что называется Мар-Мархешван, это как бы горький, и действительно начинаются дожди. Какой-то такой печальный, если так можно сказать, печальный месяц. С другой стороны, сейчас мы видим, что это необычный месяц. Мы слышали, наверное, что у каждого месяца есть свое колено. Это 12 колено Израилева. И каждому колену присутствует все месяц. Тишвей, это колено Эфраима. Хешван, который сейчас начинается, это колено Менаши. И с Божьей помощью будет Кислеев. Это колено Беньямина. И это, что эти три колена, Эфраим и Менаши, которые являются сыновьями Иосифа, и Беньямина, это все потомки Рохал. Из этих три месяца Тишвей, Хешван и Кислеев, и как бы себя взяла, Рохал. И интересно, что все эти месяца связаны с крамами. Мишкан, на самом деле Мишкан, который его сделали в пустыне, здание и вкладывание Мишкана, оно закончено было в Кислееве, 25-го Кислеево. Но Всевышний сказал подождать Ниссана. И поэтому Мишкан, на самом деле, начал действовать в Ниссан. Но Всевышний пообещал месяцу Кислаев, что не оставить его в обиде. Поэтому месяц Кислаев у нас есть Ханука. Тогда мы будем праздновать через полтора месяца. Ханука, что такое Ханука? Ханука это тот месяц, в котором евреи обратно завоевали храм. Они заново восстановили второй храм. По-своему Кислаев, это Ханука, это по-своему праздник второго храма. Я так могу сказать? Что Кислаев это праздник второго храма. Первый храм. Его Шлойма Амеллах открыл, так можно сказать, он его штукот. Это был месяц Тишрей. И первый храм это был месяц Тишрей. Интересно, что на самом деле Шлойма его закончил практически строить вместе Хешван. Но опять-таки Всевышний сказал, что Котин уже почти готов. Делаем официальное открытие вместе Тишрей. И тут уже Хешван остался без праздника. Поэтому третий храм будет открыт с Божьей помощью в месяце Хешван. Получается, Кислаев это приурочен второму храму, Тишрей приурочен первому храму. И даст Бог Хешван, это третий храм, но на самом деле третий храм это же самое главное, потому что третий храм никогда не будет разрушен. Этот месяц хоть с другой, с одной стороны мы говорим, что в нем нет праздника, потому что его еще нет праздника. Даже месяц Кислаев ждал более тысячи лет, когда ему дадут его праздник. Месяц Хешван все еще ждет, когда в нем тоже будет праздник. Это когда с Божьей помощью будет открыть третий храм. На самом деле месяц необычный. И все три, все три месяца, они чем-то связаны с храмом. То есть храм это Бейт-Амегдаш, дом, это Бейт. И интересно, что Рохал, она называется иногда Рохал, ее зовут иногда основа дома. Рохал, она иногда называется Кересаба, это основа дома Якова. Интересно, что ее три месяца, которые даны ее детям, это именно те три месяца, которые связаны с храмами. Кстати, Йорцать Рохаломейна, по некоторым мнениям, тоже он месяц Хешвана, 11-го Хешвана, это тот день, когда родился Беньоми, соответственно, Беньоми родился и умер Лорохов. Многие говорят, что Йорь-Йорцать месяц Хешвана, интересно, некоторые говорят, что Йорцать старая, но тоже Хешвана, некоторые говорят, что это Рашхойдиш Хешван. Поэтому, с одной стороны, месяц, вроде бы, если так можно сказать, без особых дат, но с другой стороны, есть в нем очень большой потенциал. И комментарии говорят, что мы все еще наполнены святостью после 1000 рая, то есть, как бы, мы, можно сказать, на автопилоте после 1000 рая, вместо Хешван, мы еще можем расти, продолжать наше с вами служение Богу. Теперь вернемся к Паршенох, который, кстати, также сразу смотрится в Хешване, потому что потоп, потоп, основное, что произошло в недельной главе НОХ, написано, что потоп начался на восьмой месяц, если вы будете отсчитывать восьмой месяц не самым, как многие комментарии говорят, потоп, получается, начался тоже в месяце Хешван. недельная глава НОХ начинается со слов, что вот поколение или порождение НОХ. Эллот Эллоз НОХ. И если вам говорят о порождениях поколениях НОХ, соответственно, вы ждете, пока вам скажут о его детях. Тем не менее, недельная глава сначала говорит, что НОХ был цадик, он был праведник, он был муж, там подчеркивается, НОХ Иш цадик, причем комментарии говорят, что человек праведный это не одно длинное слово, человек праведный. Это, во-первых, он был человек, то есть он был муж, он был, то есть он был то, что нужно назвать Аменч. Он был человек, большой буквы, запятай, он был праведник, из два разных титула. Потом написано, что он помим Бадайреса в том поколении, лишь потом нам говорят, что у него было три стены. Я эту тему несколько раз поднимал, то, что комментарии наши мудрецы говорят, что основные порождения, основные, то, что человек, те вещи, что человек приводит в этот мир, это не тим, тоже очень важно, мы их очень любим, и, конечно, есть мидцы, иметь детей, но основные порождения человека, это его добрые, хорошие дела, и особенно то, что он из себя сделал, человек, который сделал себя праведником, то, что человек стал праведником, это самое лучшее его порождение. И можно обратить внимание, Тора могла нам это рассказать, например, многих праведников. И Тора хотела нам рассказать это, научить нас, что оказывается, у людей самое главное не дети, а их неправедные дела. Но Тора выбрала именно Ноях. Знаете, почему? Потому что Ноях, его порождение, это самое колоссальное порождение. Всех людей, которые были в истории человечества, мы Ноях обязаны всем. Во-первых, всем мы потомки Нояха. Все люди, кого вы не видели, черные, желтые, красные и белые, все мы не и Ноях, все мы являемся потомками Нояха. Потом уже произошли разные расы и так далее, но мы все потомки Нояха. Более того, мы обязаны не только этому Нояху, весь животный мир, весь скот. И Нояха, когда он построил этот корабль, Копчег, он спас не только людей, он спас всех животных, он спас всех птиц. То есть мы Нояху обязаны всем. Его порождение, это все, что мы видим. Даже растения, растения он на корабле, он привез на Копчег, семинар всяких всех благов. То есть все мы им обязаны. И все равно Тора после того всего. Ну, как говорит, есть с чем похвастаться. Ну и что самое главное, Тора говорит, что Ноях, он был, во-первых, аменч, он был человек, был правильный человек, он был праведником, и уходил с Богом. Потом, да, да, конечно, он кроме этого, он еще был не только, у него были дети, но главное, это его хорошее деяние. На прошлом уроке я упомянул, что все мы тоже являемся потомками Каина. Потому что одна из потомок Каина, Нэама, это была жена Нояха. Интересно, кто же Нэама, которая была женой Нояха. Если вы посмотрите, в прошлой неделе в главе Боришит приводится то, что такая была Нэама. Оказывается, у нее было два брата. В прошлой неделе написано, что у Нэама было два брата. Один брат, он был первый, кто начал строить шалаши и со скотом, то есть он начал со скотом переходить с одного места на место, строить шалаши. Врачи, так можно сказать, он был, он внес огромный вклад в экономику мира. То есть он понял, как надо работать со скотом, как и так далее. То есть он огромный вклад внес в экономику всего мира. Второй брат, было написано, что он играл на музыкальных инструментах. Первый, кто начал играть на музыкальных инструментах, действительно, вы посмотрите, где бы люди ни жили, это такая вещь, как музыкальный инструмент, это что-то вдруг, откуда это все берется. Оказывается, это был брат Нааман, который был первый музыкант. То есть первый, который внес огромный вклад в искусство. И третья, это была Наама. То есть у нас были великие, у него были братья, и мы все-таки потомки не этих великих братьев, мы не потомки. Интересно, ведь Бог всем этим руководит, Бог мог бы как-то по-другому все это сделать. Но интересно, что был великий брат, который сделал огромный вклад в сырское хозяйство и в экономику человеческую. Был брат, который вкладывал большое в искусство, в музыку. И была дочка, которой ничего не написано. Ее просто звали Наама. Что такое Наама? Наама это приятно, Наим. Ее были написаны, что у нее были приятные деяния, она хорошо себя зала. То есть среди людей, понимаете, тогда шторы практически не было. И что она там уже делала? Она три раза в день, наверное, не молилась. Она была приятная, хорошая женщина, и поэтому мы, потомки ее, еще раз Кабаторо подчеркивает и показывает, что у человека, опять-таки, они против сельскохозяйственной культуры, они против музыки, все хорошо, но не забывайте, чем мы в этот мир пришли. Надо не забывать, когда люди занимаются всеми такими важными, в кавычки, делами, и забывая, что всем нам дали, всем Бог здоровья, 120 лет, но время идет. И потом, когда этот человек, представьте себе, вам придется свою автобиографию писать. Ну, представьте себе, очень интересно, сейчас очень много пишет биографии, таких людей, да, помнишь, у нас было Жизел, представьте, человеку бы пришлось написать биографию, но биографию не для простого читателя, советского читателя, если так можно сказать, а с точки зрения Тора, вот с точки зрения Тора, знаете, Торе же не интересно, там, человек, что в шахматы играл, и так далее, а с точки зрения Тора, представьте, что человеку бы пришлось написать свою автобиографию, и поэтому, иногда люди заняты не тем, чем они должны быть заняты, и Тора говорит, что даже наши дети, скажем, видите, это место, оно важнее, это строить себя человека, чтобы человек стал действительно человеком большой буквы, чтобы он был праведником, и чтобы ему в конце дать Бог до 120, ему было нестыдно посмотреть на свою проженную жизнь. Кстати, интересно, что человек на святом языке это Адам, первого человека звали Адам, и слово человек на святом языке это Адам, Бен Адам, человек Адама, то есть, почему он называется Адам, потому что мы сделаны из земли, Адама, Адама это на самом деле почва, как морал, религиозный амминистратор морал говорит, смотрите, все на самом деле, посмотрите в прошлом недельную главу, Бог практически все сделал из глины, из почвы, все животные на самом деле тоже были сделаны из земли, написано, что птицы, они были смесь воды из земли, поэтому птицы были легкие, но животный мир, тоже говорит, что они сделаны были из земли, у вас с вами это не получится, но тоже написано, так Бог создал мир, и потом Бог создал человека, Адама, и Адам, он называется Адам. Почему все это назвали? Объясняют мы все, все животные Адам. Именно чем называется Адам? Почему? Потому что человек, он как почва. Только почва, почва на ней растет. Мы созданы, чтобы что-то творить. Причем сейчас мы не говорим только о евреях. Любой человек, человек он создан, чтобы творить, чтобы у него что-то росло. Бог хочет. И ему нравится, когда люди, когда действительно растут. Адама, почва, это наша обязанность. Мы что-то должны не просто сидеть и в день телевизора смотреть, а что должно быть полезно, что должно быть и самое лучшее, и то, которое нам говорит, когда мы сами растем. Это самые лучшие плоды нашего труда. Когда мы становимся на более высоком моральном и духовном уровне. Продолжаем с Нояхом. Ноях построил свой ковчег. И, по-моему, даже когда-то она производила, была такая книжка «Занимательная математика». Был такой математик. Он жил в Советском Союзе. И он написал книжку «Занимательная физика», «Занимательная математика». Из «Занимательной математики» он привел там несколько интересных для детей, примеров больших чисел. И он тоже привел, к сожалению, насмеиваясь на Торы. Он был не, к сожалению, евреем, он был, слава богу, он был евреем. К сожалению, что он в своей книжке написал немножко смесно Торы. Вот в Торе написано, что Нояхом ковчег был столько-то локтейна, столько-то локтейна, столько-то локтейн. И товарищ Переман просто примитивно доказывает детям, что, конечно, это невозможно повестить двух слонов и двух жирафов, и двух бегемотов. И вот очередной раз товарищ Переман доказал, что это Тора, это все глупости. Теперь, само собой разумеется, что если Тора, которое написал Бог и там написано, настолько примитивно можно на детском уровне доказать, что это все не получается, значит, надо просто задуматься, какое же правильное объяснение, что же здесь произошло. И уже решение, то есть уже Нахмалин Рамбан приводит, что, конечно, этого корабля, этого ковчега не было достаточно, чтобы поместить только животных. И даже такое мнение, Аминеза приводит мнение, что, может быть, было много таких ковчегов. И вот это, что Нахмалин такой ковчег, где можно вот несколько сделать. Но это, опять-таки, не классический подход. По-простому, если как на школе, на школе не учили, как на школе должны были учить, Нахмалин сделал один ковчег, и как-то они там все поместили. Говорит Рамбан, это было чудо. Конечно, это было чудо после всего, это, конечно, было чудо. И по законам природы, то есть товарищ Перемен таки прав. И действительно, они там не должны были поместиться. И Рамбан уже, который жил 600-700 лет назад, говорит, что, конечно, это было чудо. Вот Рамбан вопрос, если уже Бог делает чудо, то почему в Нахму нельзя было взять маленький плод? Он мог бы сделать его за недельку какой-то плод. И точно так же. Сразу же Бог делает чудеса. Зачем вообще было ковчег делать? Можно было сделать просто островок в безопасности. Зачем мучиться? Ну, как он строил 120 лет этот ковчег? Рамбан приводит два ответа. Один ответ, Рамбан говорит, что Нойер должен был долго это строить. Специально долго строил, то есть строил ковчег, чтобы люди видели это. И чтобы люди задумались. То есть 120 лет, если какой-то дедушка строит, строит. Нойер, когда начал строительство ковчега, ему было 480. Даже по тем стандартам он уже был не парнишком. И вот начал, знаете, строить, строить, строить. Ретропилы тогда не было. Первые 20 лет он сам застроил. Потом у него родились дети. Он весь метод строил. И люди должны были бы задуматься. И написано, что они приходили. Наталья спрашивали, что ты дедок, что ты там делаешь? Я строю ковчег, что тебе больше нечего делать? Он говорит, да, Всевышний приведет потоп. И люди должны были бы задуматься. К сожалению, никто не задумался. Тема отдельного урока, почему никто не задумался. Ну, люди были, знаете, своими важными делами. Воровство, всякие гадости, подростки. Неважно. Но никто, никто, к сожалению, не вернулся. Но Ноях это 120 лет должен был делать. Поэтому Всевышний не хотел делать просто плот. Маленький какой-то корабль. А сказал Ноях сделать все-таки, чтобы 120 лет назвать. Второе, говорит Ромбан, что Всевышний хотел, чтобы Ноях построил этот большой корабль. Сравнительно большой. Чтобы поменьше чудо было. Если бы Ноях построил маленькую лодку, там все поместить, то было огромное чудо. Какой же Ноях сравнительно большой корабль построил. Так этот Ромбан говорит, что Всевышний старается, чтобы чудеса не были такие... Чтобы они не бросались в глаза. Падает Ромбан. Теперь же последующий комментарий говорит, почему же действительно Всевышний так делает. Всевышний всегда как бы пытается завалировать, спрятать свое присутствие. И чтобы чудеса были поменьше. Очень интересно, какое слово вас говорит. Ведь в пустыне у евреев падала манна с небес. Но это было чудо. Каждое утро падала манна небесная. Кровно на один день. Потом она таяла. Это все сказали чудеса. Какое слово, смотрите, когда мы берем зерно пшеницы. Какое слово, не знал про ДНК. Мы знаем про ДНК. Мы знаем, что в этом зернышке пшеницы там зашифрована полностью информация с точностью в этом колоске. Мы кладем это зернышко в землю. Оно полностью начинает емить. Из этого зернышка получается колос, в котором главное количество точно таких же зернышек. Как это происходит? Что это происходит? Теперь мы умею люди. Мы знаем уже, есть такая вещь как ботаник. Мы знаем, что все происходит. Клетки делятся. Это что, чудо по-вашему? Как это все происходит? Что после великого взрыва так это все происходит? Это тоже чудо. Мы к этому привыкли. Без радости на самом деле. То, что мы называем чудом, то, к чему мы привыкли. То чудо, я-то чудо. И Вышний пытается всегда максимально скрыться, чтобы у человека было право выбора. Поэтому человек, в связи с тем, что есть вещи, к которым мы привыкли. Поэтому одна из причин, кстати, что мы в этот мир приходим глупенькими и маленькими, к тому времени, когда у нас появляется разум, или должен появиться разум, мы уже к всему привыкли. То есть ребенок, которому там 6-7 лет, который уже начинает помнить, он уже привык. Он понимает, что хлеб растет в магазине, да, там же растут всякие овощи, фрукты. И все, к этому привыкли. Вещи, к которым он не привык, это будут чудеса. И поэтому чудо с Ноэхом тоже, если человек, простой человек читает Тору, можно же не обратить внимание, что это было чудо. Да, Ноэх построил огромный ковчев, 300 локтей, ему занято 120 лет. Потом, если человек приду, ну, присмотрится, да, это тоже было чудо. И Всевышний всегда хочет оставить, как бы, право выбора. Даже, когда открылось море, например, что раскрылось море, там написано, что подул дождь, подул ветер. Когда впереди время, то что, такое чудо. И все равно, да, вы подул ветер, чтобы, если кто-то бы хотел, мог тоже быть ошибиться, чтобы был сильный ветер, был сильный, во времена короха было землетрясение. Если кто-то хочет быть неверующим, всегда Всевышний дает ему возможность. Если человек хочет верить и видеть правду, он сможет верить правду. Еще одно объяснение Романова не приводит. У Ноэх, Ноэх должен был заслужить свое спасение. Между прочим, после того, как Ноэх спас всех животных, мы начали кушать мясо. До Ноэха люди не кушали мясо. Если понимать, как читать, недельно зло, беречься. Платок, растительная пища. Даже есть спор, когда животное своей смертью умирает, или человек мог его кушать. Есть пол уже более аккуратных комментариев. Или, значит, человек просто не может убивать животного, или даже человек его не убивает. Само животное умрало, тоже нельзя было его кушать. Но с точки зрения, нельзя было его убивать. После Ноэха, сколько Ноэх спас всех животных, он как бы заслужил, заслужил, что мы теперь можем кушать мясо. И Ноэх заслужил спасение. То есть Ноэх год, после того, что он 25 лет, он строил этот ковчег, потом он год следил за всеми этими животными. Он делал хэсов, он делал миксов, он их кормил, он за ними следил. И этим он заслужил свое спасение. Иногда Всевышний хочет, чтобы мы делали какое-то действие. И таким образом мы сможем заслужить какую-то награду. То есть могло бы быть все очень проще. Могло бы быть, зачем нам Всевышний сделал систему 613 Запада, или мы должны это делать, это. Можно было бы сделать значительно все проще. Всевышний специально нам дает возможность, если можно сказать, возможность отличиться. Если бы не было возможности отличиться, все были бы одинаковыми. Всевышний специально нам дает возможность. Иногда, когда человек, бывает такое, человеку приятно, ой, я сделал микс. Приятно. Бывает такое, что вам было, например, нелегко, вы не хотели, вы себя повороли, им надо было за это заплатить. И вот вы полдня что-то делали, вы чувствуете в конце дня, замечательно, приятно, я вот кому-то помог, или я кому-то заплатил, или я человек, который учится, он лишний, немножко больше прочитал. Ему приятно, надо поблагодарить Бога, что вам дали возможность что-то делать хорошее. Да, вы молодец. Надо поблагодарить Богу, что нам дали это возможность. Иногда просто есть люди, которые, кто можно nuggets на вашем месте, чтобы сделать то же самое, им не дали это возможность. Написано, что когда отец обрезает своего сына, на комментариях говорят, что первую очередь надо поблагодарить Богу, что его дали сыну, для него дали возможность сделать обрезание. Но у него была возможность, можно сказать, отличиться. Ему дали возможность сделать этот Иштадлут. Кстати, интересно, что случается, я не видел историю, не напрямую сразу, но замечательная история, которую я хотел поделиться с слушателями, как работает эта система, когда люди что-то делают, и потом они получают награды и так далее. Власть Равина Хазаныша, Хазаныш был великим родином, который жил в Израиле, и Хазаныш открыл школу в городе Днебрак, и он послал своего знакомого в Америку собирать деньги, чтобы помочь этой школе. Человек, который послал в Америку, съездил, и к своему стыду, к сожалению, он еле-еле просто насобирал денег на свой перелет, и практически ничего не приносил. Ему было очень неприятно, очень стыдно, то есть Хазаныш ждет, как он вернется с деньгами, помочь в школе, а он, ну, как будто не получил. В течение осуществления он ничего не пришел. И он всячески избегал, не ходил показывать Хазанышу на глаза, он был очень стыдно, пока, наконец-то, к нему не пришел кто-то и сказал, что, знаете, вас Хазаныш хочет встретить. Ну, ничего не поделаешь, он пришел к Хазанышу, и Хазаныш говорит, ой, я так от тебя видеть, спасибо тебе большое. И Хазаныш показывает чек на 50 тысяч долларов. Кемен и Ганг, 50 тысяч долларов, это очень много денег. Хазаныш говорит, я очень спасибо вам, да, и Хазаныш, я только что получил чек на 50 тысяч долларов из Австралии. Он даже, правильно, не ездил, ездил в Америку, когда ему сказал, он сказал, что очень интересно. Он сказал, что Всевышний хочет, чтобы люди делали что-то, Всевышний хочет, и опять-таки, он хочет, чтобы мы заслужили что-то хорошее. И Всевышний хочет, чтобы мы что-то делали, не просто так. Потом, то, что нам Всевышний дает, он нам дает и так, и так. И не всегда то, что нам Всевышний дает, это будет прямой, то, что вытекает из ваших, пытаетесь что-то сделать. Человек может иногда поехать в Америку, потратить там много времени и энергии, а деньги придут из Австралии. Человек так, так Всевышний создал мир, что система работает, человек должен трудиться и работать, он пытаться должен сделать митцвоз, он должен делать, а потом Всевышний, Всевышний будет давать то, что он вам должен давать, не переживайте. Вернемся к Ноеху. У Ноеха тоже. У Ноеха, у него, кстати, первые 500 лет его жизни у него не было детей. Он был таким цадиком. Тоже можно было задуматься, смотрите, все. В те времена, даже люди жили, значит, дольше, но никто не ждал, никто не ждал 500 лет. У него 500 лет, он начал строить ковчег, когда у него еще детей не было. Чего он строил, когда у него еще детей даже нет. И тем не менее, Ноеха, он делал то, что ему надо. В конечном итоге, слава богу, у него, у него, детей у него было, у него было только три сына, но внуков и правнуков, слава богу, да? 70 народов мира, это все потомки Ноеха. Поэтому человек должен делать то, что он должен делать. Интересно рассказывает тоже, был большой раввин по Львове. Вообще, Львов он менял ужасные имена, Ленберг, Львов, Вив, в любом случае, и там были великие раввины. Очень знаменитые раввины, и в конце, во второй части 19 века, там жил Табьёй Севшоу, был такой раввин, он написал огромный, то есть, он написал многотомные сочинения, называется Шоу Бонейшер, Шоу, вопрос и ответ. Ему задавали вопросы, он был великим раввином, и он опубликовал свои ответы, около 400 ответов, причем они напечатаны, сейчас их, кстати, переопубликовали, практически уже закончили, очень красиво, с комментариями. Именно в оригинале, когда их напечатали, это маленькие-маленькие, толстые такие тома, и его ученики спросили, как это вам удается, вы столько потравили, видно, что у вас как-то талант. Он сказал очень интересную вещь, он сказал, что в Торе, первая митва в Торе, написано, это полиция размножала, Пругорову, последняя митва Тора, это написать Сидак Тор. Вот эти 613 заповедей, первое, это детей иметь, последнее, это писать Тор. Он сказал, к сожалению, у меня нет детей, кстати, тоже интересно, такой большой франк, такой большой раввин, Бог мне не дал детей, но я чувствую, что хотя бы я могу, это как бы мой ребенок, это как бы мои книги. Кстати, у Хазаныша, который я только что сказал, тоже мне было окей, но Хазаныш заменит своими книгами. То есть человек, связанный напрямую с началом нашей лекции, да, Тора дала заповеди иметь детей, Тора дала заповеди делать заповеди, человек должен делать то, что в его силах, он обязан делать то, что в его силах. Человек не может сказать, что оно не получилось, он обязан делать то, что в его силах, и в конечном итоге Бог будет решать, сколько у кого детей, сколько у кого денег, сколько у кого мит, кто каким раввином станет, но обязанность на человека, поэтому Ноях, Ноях, он был, человек большой был, он построил 120 лет этот человек, и мы все, действительно, обязанности, мы можем смотреть и видеть плоды его труда. Дальше, в нашей недельной главе, в следующей части недельной главы, сам потом мы пропустим сейчас. На самом деле, можно много рассказывать, чем грешили поколения Нояха, и можно целый урок, по статье, динозавров, да, которые, возможно, стратежили до потопа. Многие почему-то думают, что динозавры это противоречит Торе. На самом деле, я не знаю, насколько это доказано, что динозавры были, нет. Я не хочу ни с кем спорить, но все может быть, все, особенно если учесть, что приводится в комментариях, что животные до потопа, даже животные занимались развратом, и, можно сказать, женились и скрещивались непонятно с кем, и всякие страшные уроды, может, даже они существовали, но от этого ничего не изменится. По всему видать, на своем копчеге Ноях никаких динозавров не спас. По всему видать. Но после всего, с Нояхом история, с Нояхом история, с его тремя детьми. Потом, под конец недельной главы, история о Вавилонской башне. Потомки Нояха, кому было уже 70 народов, написано, что все они говорили на одном языке, и написано, что они построили башню. Перед темно написано, что они построили башню, причем башня написано, что они решили построить башню до небес, чтобы возвысить свое имя. И комментарии говорят, что они, по одной версии, они хотели построить идола, по одной версии, они хотели сразиться с Богом. Вообще, это было очень нехорошо и неприятно. И некоторые даже говорят, что, по идее, Всевышний должен был их всех наказать. Я не знаю, почему он их не наказал, потому что он их наказал. Они разбросили на 70 языков, они перестали на нем языке говорить. Но физически они не были наказаны, потому что у них была дружба единственная. Кстати, отсюда мы учим, что даже грешники, но если среди них есть дружба единственная, Всевышний не так на них длится, есть и праведники, но которые между собой в ссоре. Потому что мы видим, что поколение, поколение Базаргонской башни, каким они грешниками не были, они хотели, так написано, они хотели сразиться с Богом. Но Бог их не только не наказал, потому что у них была братская единственная. Единственное, что он сделал? Он сказал, что у них будет встать, что они... он сбросил по всему миру. Но перед ним рассказывается вся эта история про башню. Там интересное предложение, что они спустились в долину, и они начали делать кирпичи. Почему? Потому что в следующем предложении, что эти кирпичи они начали строить башню. Зачем нам Тора рассказывает и уделяет внимание этим кирпичам? Я видел в книжке приводится, что в 27-м году президент Чехословакии приехал в Палестин. Я не проверил точные данные всей этой истории, поэтому, если какой-то есть возможность, я бы очень хорошо. Но тот источник, который я видел, в 27-м году президент Чехословакии приехал в Палестину. И он, кстати, очень хорошо относился к евреям. Интересно, что вообще в Чехословакии, в Чехословакии, в Палестине всегда положительный интерес к евреям. И вот он приехал в Иерусалим, и он встретился с главным регионом Иерусалима. И Роберт Долинфолд. И они встретились, долго очень говорили. Койля, в котором были много выходцев от Чехословакии. Они встретились. И с Лойзовского у них пошел разговор о Узелодском башне. Очень интересно. И Роберт Долинфолд ему рассказал. И Роберт Долинфолд сказал, что в 1927 году это было 10 лет после Первой мировой войны. То есть мир полностью изменился. То есть вместо того, чтобы сражаться на конях, появились какие-то самолеты. Все изменилось. И Роберт Долинфолд сказал, что люди, они хотели показать Богу, что ты нам не нужен, мы своими руками все можем сделать. И Роберт Долинфолд сказал, что делать кирпичи до сих пор все люди пользовались камнями. Строили города из камней. Они брали камни. Они их, может быть, оттачивали. И потом они их слепляли и делали все. Люди научились. Нет, это не надо. Мы сами будем делать свои кирпичи. То есть технический прогресс. Со мной это очень хорошо. Кто не против физического прогресса. С другой стороны, если люди это делают, чтобы показать Всевышнему, что ты нам не нужен. Мы сами можем сделать, мы своими руками. Мы можем кирпичи сделать. Мы можем там домашние дома построить. То есть сначала, приводят комментарии, сначала эти кирпичи были сделаны для того, чтобы просто строить простые дома. Но потом им пришла идея, что давайте теперь строить, давайте со всеми Всевышним сразиться. То есть технический прогресс, он очень даже хороший. И замечательно, но смотря в какую сторону он идет. Иногда люди, они немножко забываются. Иногда люди думают, что мы действительно, мы можем, и мы в космос летаем. Несколько лет назад, во время этой эпидемии, Всевышний так мягко напомнил, что мы не все можем. Много чего можем, да? Ну, я в таком время тоже давал в уроке, когда вот эти, вся эта корона, там, если играешь в ложку, если взять все эти бактерии вместе, это будет пол-ложки. И на 10 миг перевернул, то Всевышний все-таки надо нам напоминает, что какими мы великими умениями были, и Всевышним, конечно, мы тоже сильнее нас. И надо пользоваться, да, надо пользоваться ими открытиями. Понимаете, вы сейчас, я не знаю, как вы меня сейчас видите, как вы меня слышите, но где бы вы меня не слышали, где бы вы меня не видели, мы сейчас пользуемся, конечно, аудитором, мы пользуемся всеми этими изобретениями, и компьютерами, и телефонами, и так далее. Но надо не забывать, что Всевышний все это дал людям, что он дал нам эти изобретения, и надо помнить, что пользоваться ими можно в хороших целях, можно смотреть действительно уроки Торы, и не дай бог, можно наоборот, не дай бог, точно так же, как атом, да, есть такая вещь, как мирный атом, есть такая вещь, как не мирный атом, так недельная глава. А Газелонская башня нам это напоминает. Эти кирпичи, в которых все начало, потом оказалось 70 языков. То есть люди дошли до того, что они хотели связиться с Богом, и Бог принял решение, можно сказать, что появляется 70 народных мир, 70 народных языков. Интересно, кстати, что Рожбам, то, что я вам рассказывал, что они хотели сразиться со Всевышним, в самой той, как в этом и написано. Но Рожбам говорит интересную вещь, Рожбам говорит, что грех был, что они не хотели, Рожбам говорит, что у них был другой грех. Очень интересный подход. Рожбам говорит, что они не хотели жить по всему миру. Написано, что они собрались в долине Вавилон. Никогда не хотели, и все. Они только хотели оставаться, они не хотели плодиться, размножаться. Рожбам, Рожбам, кстати, он был внуком Раши, в комментарии, и на Хумыш. Он пишет, что их не грех был, что они не хотели плодиться, размножаться. Бог хочет, очень интересно, мы сейчас говорим не с точки зрения евреев, но простые негры, китайцы, Бог хочет, чтобы люди плодились, размножаться. Бог хочет, чтобы у Китайцев было много детей. Так Бог создал мир. И Вавилонск, во время Вавилонской башни, поскольку они остались в Вавилоне, они не хотели никуда ехать, не хотели никуда переезжать. И Вышник специально разделил их на 70 языков, чтобы они разбросились в целом миру и заселились в наше время славы, где люди только не живут. Интересно, что люди, даже не с точки зрения евреев, в семье должны быть много детей. Раби Миллер у меня всегда выступал против, когда даже не простая семья, это полтора ребенка и две собаки, это не то, что Бог хочет. И оно наказуемо. Это же интересно. То есть, опять-таки, я не переживаю особо за китайцев, но это неправильно. То есть, надо знать. Даже интересно, у евреев задали вопрос, когда даже не евреи не хотят сделать аборт, можно ли им это помочь? Потому что, если это не богоугодное дело, если это грех, то даже это не евреи нельзя это делать. Но, это еще одно объяснение. И еще одна интересная идея, о которой в нашей индейной глыбе, опять-таки, можно упустить. В заключение я хочу упомянуть интересную вещь. Я несколько раз сказал, что это слово «семьдесят языков». Хотя-таки, мы знаем, конечно, что, если вы смотрите на ТПТ, языков, найдете на большее, образуется «семьдесят самых языков». Как я понимаю, некоторые из них уже, кстати, очень утеряны. То есть, те языки, которые реально в наше время есть, они не... Очень большая часть, возможно, этих семья языков уже даже и потеряны. То есть, возможно, осталось там где-то тридцать. И все ответвления и так далее, то есть, я не знаю, может, все славянские языки или даже все латинские языки. Не знаю, но работа, но есть как-то есть остальных языков. Это же интересная идея, которая написана в Мишенбуре «Хофтхайм сказал». «Хофтхайм считает, что если человек молится...» Написано, что можно молиться на любом языке. Это приводится в гемори. «Хофтхайм считает, что должен быть язык, который является языком той страны, где вы сейчас молитесь. То есть, «Хофтхайм» опять не всегда считают... Это очень интересная вещь. «Хофтхайм считает, что если вы, например, живете во Франции, вы не можете читать «Шма и Сре» на немецком. Если вы живете в Германии, вы не можете читать по-французски, то есть вы можете, у вас два... Или вы можете читать «Шма и Сре» на святом языке, или вы должны читать на том языке, который, во-первых, чтобы вы его понимали, и тот язык, на котором говорят в этой стране. И, соответственно, по тому, как я вам рассказываю, получается, в Америке проблематичные молитвы по-русски. Что, может, вы на братине живете, да? И почему? Очень интересное объяснение. Объяснение такое, что святой язык есть разница между святым языком и всем остальным языком. Что такое язык? Значит, есть, например, галстук. Да, есть глаза, есть нос, есть руки, есть слова. И почему рука – это рука? Потому что люди, все люди, которые находились в начале русского языка, они говорили, что вот эта часть тела называется рука. То есть люди договорились. В России люди договорились, что эта часть тела называется рука. В Англии договорились, что она называется hand. И так далее. Но на самом деле, знаешь, что это на самом деле? Там договорились, там договорились так. На самом деле это яд. На самом деле это рука. Что это на самом деле? Так сказать, тот язык, тот язык, которым Всевышний пользовался, когда Он сотворил мир. То есть на самом деле это яд, яд, не русское слово яд. На святом языке рука, это яд. И, да, поним, например, лицо. Лицо на святом языке это поним. Идешь, если вы знаете, にдешь, что я не понял, да. Поним. Теперь на русском языке это назвали лицо, на английском назвалиiinis и так далее. Но на самом деле это поним. Разница между святым языком и другими языками, что святоеは то, что мы на самом деле, что это божественный язык. Съvesting в языке это как людям взбрило в голову. Я говорю, что если вы живете в стране, на котором люди говорят на контра языке, так вы можете только пользоваться их языком, вы не можете пользоваться другими языками. Не все это считать. Само собой разумеется, если вы живете в Америке, и вам по-английски молиться тяжело, молитесь по-русски, у вас просто выбора нет. Но желательно, конечно, если человеку очень часто бывает, что людям легче молиться на русском, но не могут молиться на языке, это очень тяжелый вопрос. Надо желательно посоветоваться с кем-то. На каком языке молиться? Бывают люди, которые они могут читать на иврите, но не понимают, что они вообще ничего не понимают. Другое место, они будут читать по-русски, они будут все понимать. Это очень хороший вопрос, это вопрос, которым надо посоветоваться с кем-то. Есть разные молитвы, есть молитвы, которые важнее понимать, есть молитвы, которые важнее на светом языке. В любом случае это очень интересно, как устроены языки. В двух словах основные моменты нашего урока мы начали с Хойда Шахешван я смог, чтобы мы удостоились восстановления третьего храма. Мы упомянули, что Нойах несмотря на то, что всем мы ему обязаны но самое главное, что он стал человеком с большой буквы и праведником и его жена Наама, хоть у нее был один брат, который был главным посередине хозяйствования, а другой брат который был главным музыкантом и все-таки мы потомки Наама которая была приятная женщина приятно себя вела. Потом мы сказали, что Нойах должен был 120 лет бедный строить ковчег во-первых, чтобы людям было время одуматься, во-вторых чтобы Всевышний не пытается избежать, не хочет делать большие чудеса и в третьем, потому что Всевышний хочет, чтобы мы у нас была возможность отличиться, чтобы мы что-то могли сделать. Я бы сказал историю про Хазныши, когда не всегда то, что мы хотим, нам Всевышний дает напрямую из наших усилий, но Всевышний нам вас в победе не оставит. Я бы сказал историю когда у Большого Равина, хоть у него не было детей на него были великие книги, которые были его деятельностью и в конце Базимовская башня был урок о кирпичах и то, что один из грехов, который у них был, что они не хотели плодиться, размножаться, они хотели наоборот, они были больше заняты строительством и в самом конце рассказа очень интересно как устроены языки еще раз об Утхойдаш, чтобы у нас был действительно хороший месяц, чтобы действительно мы удостоились увидеть отстроенный Иерусалим и отстроенный храм и до встречи до Бога Иерусалима. Всего хорошего.